И звонок звенит веселый, открываются страницы букваря. День знаний для Печаевской школы в этом году стал особенно знаменательным. Буквально на днях завершился капитальный ремонт учебного заведения. Торжественную линейку посетили высокие гости, в числе которых и в РИУ заместителя главы администрации области Наталья Макаревич. Она рассказала, что к первому сентября по региону обновили 10 школ. Вложено в капитальный ремонт данной школы более 70 миллионов рублей. Ремонт проводился всем миром. Следили и общественники под непрерывным присмотром главы региона. Реализацию соответствующего муниципального контракта обеспечил филиал ПАО Россети Центр Тамбов Энерго. Изменения видны уже рядом со школой. В работы входит и благоустройство. На территории заменили асфальт, выполняя ремонт от мостки и фасада. Наша компания Тамбов Энерго в очередной раз доказала, что мы не только обеспечиваем качественное электроснабжение в регионе, но и готовы решать любые, даже самые непосильные социальные задачи. И я очень горд сегодня заявить, что мы с этой задачей достойно справились. И в рекордно короткие сроки провели ремонт такого глобального объекта. 4,5 тысячи квадратных метров. На 700 учеников рассчитана школа. Фактически ее ремонт мы осуществили за три месяца. Объем работ действительно внушительный. В школе заменили кровлю, а также все окна и двери. Здание Печаевской школы построили еще в 78-м году, то есть почти 45 лет эксплуатации. Можно себе представить, какие проблемы тут начали возникать и в каком состоянии она была. И вот этот капитальный ремонт стал первым с момента ее открытия. Внутри тоже все преобразилось, начиная с инженерных коммуникаций, а именно отопление, водоснабжение, электропроводки. К работе над косметическими изменениями привлекли группу дизайнеров, которые создали проект. Вместо деревянных полов в здании теперь плитка в коридорах и линолеум в классах. Стены покрашены, освещение улучшено, и это далеко не полный список. Вы сегодня ходили по школе, видели проделанные работы. Родительское сообщество это приняло. Все в восторге, все в восторге. Все какие у нас нюансы существуют, но нам немножко времени, мы все это устраним. Помимо этого, нам удалось и укрепить материальную базу. Было привлечено порядка 9 миллионов рублей на оборудование мебель. Это даст новый импульс в образовательном процессе как детей, так и педагогической работы. Директор поделился, что в новых комфортных условиях у всего коллектива внутренняя радость и позитивный настрой на созидание. Дмитрий Сергеев, Илья Тырса, Ольга Кириллова. Область новостей.